Мы часто удивляемся, что старческими болезнями все чаще болеют молодые люди и даже дети. Загрязненная природа, вредные привычки питания, стрессовые ситуации ухудшают обмен веществ и их усвояемость. Назначение всех пищевых продуктов – предоставить организму питательные вещества, необходимые для его развития и роста. Различие между хорошими и негодными продуктами питания проявляется количеством вредных отходов, образующихся из этих продуктов. Чем качественнее пища, тем меньше образуется кислотных отходов и тем больше минеральных и щелочных веществ, которые нейтрализуют кислоты. Выбирая продукты питания, всегда необходимо помнить – щелочные вещества, нейтрализуя кислотные отходы, очищают организм, а кислотные создают условия для закисления организма и загрязнения его кислотными отходами. Одна из существенных гарантий хорошего здоровья – кислотно-щелочной баланс организма. В современных продуктах питания преобладают увеличивающие кислотность продукты. Это мясо и мясные изделия, продукты из белой муки, кофе, алкогольные напитки, пастеризированные соки, рыба и морские продукты, булочки, сладости, яйца, кока-кола, лимонад и другие. Список щелочных продуктов гораздо скромнее – свежие овощи и фрукты, салаты, картофель, негазированная минеральная вода и другие. Очевидно, что в каждодневном питании поддерживать кислотно-щелочной баланс непросто. Чтобы кислотные отходы не уменьшали щелочность, организм пытается их нейтрализовать и удалять с мочой, потом и выдыхаемой углекислотой. Для этого требуется с пищей и напитками получить необходимое количество щелочных минералов, среди которых важными являются калий, натрий, кальций и магний. При их нехватке кислотность организма увеличивается, а щелочность крови уменьшается. Показатель pH, характеризующий щелочность крови, должен быть в довольно узких пределах – от 7,30 до 7,45 единиц. Даже незначительное отклонение от этих значений вызывает серьезные нарушения здоровья, а при увеличении кислотности крови до 6,95 pH человек теряет сознание и может умереть. Поэтому организм эти отходы старается превратить в твердые вещества и накапливать в различных местах, обычно в жировом слое, уменьшая таким образом их вредное воздействие. Ведь ожирение, лишний вес часто является следствием неудаленных кислотных отходов. Организм, особенно после 45 лет, уже не в состоянии освободиться от всех кислотных отходов. То, что не удаляется, остается и накапливается в различных местах, чаще всего в жировом слое. Нарушается кислотно-щелочной баланс, организм становится кислым. Там, где скапливаются кислотные отходы, нарушается кровообращение, жизненно важные органы испытывают дефицит крови. Это одна из причин раннего старения и многих дегенеративных болезней. Умение избавиться от этих отходов или нейтрализовать их – есть основа хорошего здоровья и долголетия. При нехватке в пище щелочных веществ, особенно кальция, организм старается нейтрализовать кислотные остатки и занимает эти вещества из костей. Так развивается остеопороз. При избытке мочевых солей в суставах начинается артрит и подагра. Если не хватает ионов кальция, около поджелудочной железы нарушается производство инсулина и может возникнуть диабет. В настоящее время весьма популярны различные препараты, регулирующие кислотность желудка. Однако частая причина кислотности – повышенная кислотность всего организма, а не только желудка. Одна из причин высокого кровяного давления та, что кислотная среда сгущает кровь и этим вызывает опасность закупорки капилляров. Кислотные остатки накапливаются и в кровеносных сосудах. Они могут закупорить капилляры, снабжающие кровью мозг. Организм такие отходы пытается приклеить к стенкам артерий. Этим затрудняется поток крови, ослабляется сердечная деятельность. Так развиваются болезни сердца – атеросклероз. При резком увеличении физической нагрузки в стрессовых ситуациях давление крови резко возрастает. При этом кровь может вытолкнуть свободно плавающие частички отходов, и они могут закупорить кровеносные сосуды, снабжающие кровью мозг. Так может возникнуть реальная опасность инсульта. При употреблении ионизированной щелочной воды Аквалайф эти частички сжижаются, натуральным путем растворяются и легко удаляются из организма через почки. Утверждение, что щелочи нейтрализуют кислоты, ни у кого не вызывает сомнений. Притронулись к мясу – руки стали жирными. Смыть жиры, а их характер кислотный, простой водой не удается. Требуется щелочь – мыло, которое сжижает жир и руки легко отмываются. Ни одного из нас беспокоит боль, внезапно появляющаяся в разных местах организма. Часто причиной таких болей является скопление кислотных отходов. Каждый индивид эти отходы скапливает по-разному. Симптомы болезней как раз и указывают, где, около какого органа, в каких тканях скопились отходы. Главное понять, что кислотные отходы образуются из различных продуктов – дорогих и дешевых, хороших и простых, а их скопление является основной причиной заболеваний дегеративными болезнями взрослых. Поэтому заметное улучшение состояния здоровья при уменьшении скопившихся кислотных отходов не должно удивлять. Щелочная вода «Аквалайф» прекрасно и весьма эффективно справляется с этой задачей. Большинство наших болезней имеет общую причину, которую многие ученые называют кислотно-щелочным дисбалансом, вызывающим окисление организма. В эпохе земледелия люди в среднем потребляли 35% мяса и 65% растительной пищи. Тогда и щелочных материалов – ионов калия и натрия – потребляли примерно 3-4 раза больше, чем сейчас. В наше время количество ионов калия в пище уменьшилось с 250 до 70 мг в день, а ионов натрия – с 220 до 50 мг в день. При нехватке щелочных веществ кислотные отходы нейтрализуются и удаляются не полностью и, как результат, ускоряется старение организма и, к сожалению, молодеют все болезни. Ученые последствия такого явления определили так. Это означает, что в процессе нашего старения накапливается излишне много радикалов кислоты и слишком мало гидрокарбонатов, что вызывает ацидоз обмена веществ. Это исследование допускает предположение, что накопление кислот вызывает старение. Это и есть неизбежный жизненный факт. Доктор Сушан Ларк, лектор университета и автор известной книги, говорит, 4-6 стаканов щелочной воды в день поможет нейтрализовать избыточную кислотность организма и восстановить ваши защитные способности. Щелочную воду следует употреблять, когда создаются условия для повышенной кислотности, такие как простуда, грипп или бронхит. Подобно витаминам С, Е и бета-каротину, щелочная вода действует как антиоксидант, так как в ней есть много свободных электронов. Это помогает избежать болезни сердца, инсульта, нарушений иммунной системы и многих других. Кароль Теце, автор также известной книги о воде, утверждает, что, постоянно выпивая щелочную воду, количество кислотных отходов можно уменьшить до уровня, который характерен для более молодых людей. Это восстанавливает, оживляет функции всех органов. Настоящую сенсацию в Германии вызвали проведенные доктором Вальтер и Рашен. Исследование влияния щелочной воды на свойства крови при лечении болезней и компликаций, вызванных повышенной кислотностью организма. На левом снимке вы видите фотографию крови здорового человека. Видны неудаленные шлаки. На правом снимке изменение крови при повышенной кислотности организма. Видны слипшиеся эритроциты, иначе говоря, сгущение крови. Ученая доктор Ашбах огласила многообещающие результаты клинических исследований, проведенных в Берлине в Клинике исследований активированных растворов и их практического применения, о воздействии щелочной воды при лечении диабета первых и вторых типов. Потребность медикаментов при лечении диабета первого типа уменьшилась на 35%, а второго типа – на 70%. Постоянно уменьшалось количество глюкозы в крови при применении щелочной воды в течение первых 4-6 недель. Оно также уменьшалось и спустя 4-5 месяцев после прекращения приема щелочной воды. Эти данные подтверждают исследования японских ученых. На левом снимке – патологическое состояние эритроцитов больного диабетом второго типа. Склеивание. На правом снимке – кровь того же самого человека, взятая через 14 минут после приема щелочной воды. Эритроциты уже свободно плавают в крови. Вода – основа жизни. При рождении в организме ребенка бывает около 90% воды. С возрастом этот процент постепенно уменьшается, и достигнув 70-летнего возраста, воды в нашем организме остается около 60%. От того, какую воду и сколько мы пьем, напрямую зависит и наше здоровье. Увы, в последнее время все чаще мы пьем газированные, подслащенные напитки, лакомимся кофе экзотическим чаем и другим. Мы разучились пить воду. Именно воду, а не заменяющие ее жидкости. Многие говорят, что не чувствуют потребности выпивать за день, рекомендованные врачами 2-2,5 литра воды. Воду обычно пьем лишь тогда, когда чувствуем жажду. Однако, когда чувствуем жажду, организму уже недостает около 0,5 литра воды. Поэтому наши клетки высыхают, что затрудняет все химические процессы, происходящие в организме. Вода, переработанная организмом, составляет основную часть клеточной жидкости. В ней купаются наши органы. Она разделяет каждую из имеющихся триллионов клеток. Она переносит питательные вещества в наши клетки и удаляет отходы энергетического обмена. Вода – это и электрическая цепь, через которую мгновенно передается информация на любую часть тела и обрабатывается несравненными суперкомпьютерами нашего организма. Преимущество воды по сравнению с пищей то, что вода легко удаляется из организма, даже если ее выпить слишком много. Еще большими достоинствами обладает ионизированная вода Аквалайф, которая при воздействии электрическим током приобретает новые уникальные свойства, способные существенно улучшить процессы жизнедеятельности организма. Вода – это колыбель цивилизации, в которой зародилась жизнь. Без воды жизнь на Земле не была бы возможна. Задумывались ли вы, какая вода течет из вашего крана? Откуда она поступает в ваш дом? Сколько раз эту воду употребляли до вас другие люди, живущие выше по течению? И сколько раз она использовалась и возвращалась через канализацию и очистные сооружения назад в реку? Вы все еще уверены, что такая вода может принести вам пользу? Сколько десятков километров ржавых труб она прошла? Какой информацией, зарядом и кислотно-щелочным балансом она обладает? Что вы пьете каждый день? Делали ли вы подробный анализ вашей воды? Как ваша водопроводная или купленная в магазине бутылированная вода из неизвестного источника влияет на ваш организм? И как сказывается ежедневное употребление такой воды на вашем здоровье? Даже если у вас дома стоят фильтры для очистки воды, они не меняют два главных свойства воды. В действительности вода содержит в себе примеси, которые невозможно отделить обычной фильтрацией. Это соли тяжелых металлов, радионуклины, всевозможная химия, свободные радикалы и негативная информация. Ведь научно доказано, что вода – самая удивительная структура на Земле имеет память. Вода уникальна и ничем незаменима. Без чистой воды нет жизни. Вода – основной источник энергии клеток. Вода – связующий материал клеток. Вода расщепляет и растворяет попадающие в организм пищевые вещества, разносит их по всему организму. Вода придает энергию пище, частицы пищи приобретают способность передать энергию организму в процессе пищеварения. Вода собирает и удаляет из организма ненужные отходы и токсины. Вода согласовывает все жизненно необходимые функции мозга и тела. Поэтому жизненно важно употреблять ежедневно живую, чистую, энергетически правильно заряженную воду. Если вы ежедневно дышите чистейшим горным воздухом и пьете вкуснейшую воду из высокогорного источника, вам не стоит смотреть дальше наш фильм. Если же вам не повезло родиться и жить в горах, вдали от цивилизации, то вам необходимы уникальные и в то же время очень простые в использовании приборы для изменения структуры и ионизации обычной водопроводной воды – Аквалайф. Наш уникальный прибор Аквалайф меняет структуру воды, делая ее по своей клеточной структуре идентичной воде из горных источников. Обычная водопроводная вода в процессе электролиза в приборе Аквалайф разделяется на живую и мертвую, или по-научному – на щелочную и кислотную воду. Всем нам знакомы эти строки из произведения гениального Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила» и вспрыснул мертвую водою и труп чудесной красотою процвел. Тогда водой живою героя-стариц окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встает Руслан. Теперь дадим научное объяснение понятиям «живая», «щелочная» и «мертвая», «кислотная» вода. Щелочная или «живая вода» – это естественный стимулятор и антиоксидант. Вода, приготовленная в приборе Аквалайф, оживляет организм, улучшает самочувствие, стимулирует регенерацию клеток, плавно повышает кровяное давление, заживляет различные раны, язву желудка и 12-перстной кишки, регулирует количество кальция в крови, помогает лечить аденому предстательной железы. Осадки, выпадающие в воде после ее ионизации, свидетельствуют о ее качестве. Таким образом, вы удаляете в виде осадка все вредные вещества из вашей водопроводной воды. Щелочная вода помогает предупредить или излечить более 100 болезней. Также она способствует росту растений, прорастанию семян, улучшает цветение растений, оживляет увядшие цветы и овощи. Кислотная или мертвая вода по вкусу кислая вода с характерным кислым запахом и слабым запахом хлора. Это естественный бактерицид. Мертвая вода замедляет биологические процессы, понижает кровяное давление, успокаивает нервы, улучшает сон, постепенно растворяет камни на зубах, быстро лечит насморк, диарию и отравление. Организм пополняется необходимыми положительными ионами водорода. Кислотная вода – отличный натуральный дезинфектор. Такая вода уничтожает мелких вредителей, микробы, бактерии, грибок. Хорошо дезинфицирует почву, тару, свежие овощи, фрукты и многое другое. Попеременно пользуясь щелочной, живой и кислотной мертвой водой, лечат гриб, аллергию, ангину, геморроидальные и другие болезни. Ионизированную воду необходимо вхранить в закрытой посуде, избегая прямых попаданий солнечных лучей. Не рекомендуется хранить воду в холодильнике. Свои особые свойства – живая вода – сохраняет до 36 часов, а кислотная или, по-другому, мертвая вода – до 7 дней. Пять положительных свойств щелочной воды. Натуральный антиоксидант Отрицательный окислительно-восстановительный потенциал от минус 150 до минус 300 означает, что в щелочной воде имеются свободные электроны, то есть электроны, которые можно отдать. Это свойство проявляется весьма эффективно при нейтрализации вредного воздействия свободных радикалов. Известно, что свободные радикалы – это части молекул, которым недостает одного электрона, перекиси, молекулы кислорода без одного электрона и других. Они образуются в организме в процессе натуральных реакций обмена веществ. Определенное число свободных радикалов организму необходимо, так как они защищают организм от бактерий, вирусов, уничтожают выродившиеся клетки. Беды начинаются тогда, когда создается избыток свободных радикалов. Тогда они, стремясь получить недостающие электроны, беспрерывно атакуют здоровые клетки организма, этим нарушая нормальное функционирование органов и вызывая различные заболевания. При этом могут начинаться неконтролируемые химические реакции, вызывающие патологическое состояние, развитие онкологических и других опасных заболеваний. Щелочная вода пополняет организм недостающими свободными электронами, которые и забирают свободные радикалы. Благодаря этим антиоксидантным свойствам щелочной воды укрепляется вся иммунная система организма. Второе. Ощелачивает организм. Щелочные значения pH от 8,5 до 9,5 – это наиболее соответствующие параметрам внутренней среды организма. Так уж мы устроены, что среда организма и внутренние его жидкости, за исключением желудочного сока, слегка щелочные. Наиболее щелочными является среда и кровь новорожденного. Ее pH составляет 7,45. К сожалению, в процессе взросления и развития организм неизбежно начинает окисляться. Щелочность крови уменьшается, а отложение кислотных отходов и с этим связанный риск заболеваний значительно увеличивается. Необходимые щелочные минералы для уменьшения кислотности организм может получить лишь с пищи и потребляемыми жидкостями. В щелочной воде, о чем говорит само ее название, кроме ионов гидроксила имеются и необходимые для нейтрализации отходов ионы щелочных металлов – кальция, магния, калия и натрия, которые организм легко и быстро усваивает. В ней нет кислотных ионов, растворенных в воде в виде солей, хлора, фосфора и других, которые в процессе приготовления воды уходят в кислотную воду. Поэтому при ежедневном употреблении щелочной воды организм получает достаточное количество щелочных минералов. Поддерживается и необходимая щелочная среда организма, уменьшается окисление организма, и таким образом повышается его сопротивляемость болезням. Третье. Щелочная вода быстро усваивается. Молекулы щелочной воды образуют меньшие по размерам соединения, по 5-6 молекул, чем молекулы обычной питьевой воды – 10-13 молекул. Поэтому щелочная вода сразу проходит через клеточные мембраны и включается в процесс обмена веществ организма. Организму уже не нужно затрачивать дополнительные энергии на усвоение. Кроме того, вода с такими свойствами значительно эффективнее проникает в ткани, удаляет накопившиеся токсины из кишечника, насыщает клетки водой, растворяет даже трудно достигаемые токсины. Щелочная вода весьма эффективно нейтрализует, разжижает кислотные остатки в организме, которые потом легко удаляются через почки. Четвертое. Лучшая смачиваемость. У щелочной воды меньше поверхностное натяжение. Поверхностное натяжение щелочной воды почти в 2 раза меньше, чем обычной водопроводной воды. Это означает, что щелочная вода лучше смачивает, что она мокрее. Если вспомнить, что кровь на 90% состоит из воды, нетрудно понять, что при достаточном количестве щелочной воды в организме кровь становится более жидкой. Это весьма важное свойство, так как при окислении организма кровь сгущается и ухудшается кровообращение. Возникает опасность образования сгустков крови. При потреблении щелочной воды кровь натуральным образом разжижается. Пятое. В щелочной воде больше кислорода. В щелочной воде преобладают отрицательные ионы, так как в ней оказывается тот единственный атом кислорода, находящийся в молекуле воды. Таким образом, при выпивании щелочной воды в организм попадает больше кислорода. Где кислород, там жизнь, там энергия. Процесс обмена веществ во многом зависит от того, в какой среде он происходит, достаточно ли в ней кислорода или его не хватает. При нехватке кислорода не полностью расщепляются углеводороды. Начинается процесс окисления. Это особенно важно, если иметь в виду, что рак развивается именно в таких условиях, когда процесс обмена веществ происходит в среде, в которой недостает кислорода, и поэтому формируется сильно кислотная среда. В последние 30 лет мир удивляет высокие показатели здоровья жителей Японии и Южной Кореи. Этому очень способствуют применяемые современные технологии улучшения качества воды. На самом деле удивительно то, что в Японии почти каждая пятая семья каждый день пьет щелочную воду. С каждым годом это и так уже огромная масса потребителей щелочной воды увеличивается еще на 1 миллион. В Японии и Южной Корее имеется немало больниц, в которых вместо дорогостоящих лекарств и антибиотиков часто используют ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду, как эффективное бактерицидное средство. Самое удивительное в этой революции здоровья то, что ее движущей силой выступают не мощные фармацевтические компании, не медицинские учреждения, а сами люди. Они сами выбирают, как лучше заботиться о своем здоровье. Помните, что от одних разговоров о здоровье еще никто не стал здоровым. Здоровье становится реальным, когда для него что-то делается. В уникальном запатентованном приборе Аквалайф вы можете получить 2,7 литра живой и 300 грамм мертвой воды. Также только в нашем приборе Аквалайф вы можете изготовить серебряную воду и избавиться более чем от 100 заболеваний. Щелочная или по-другому живая, а также мертвая или по-другому кислотная вода, а также серебряная вода, могут излечить абсцесс, аллергию, аллергический дерматит, ангину, хронический танзелит, артрит ревматоидный, атеросклероз артерий нижних конечностей, боль в горле, боль в суставах рук и ног, отложение солей, бронхиальную астму, бронхит, бронцеллез, выпадение волос, гастрит, говенит, гельминоз, гнойные и трофические раны, грибок, грипп, дизентерию, диатез, дерматит, зубную боль, изжогу, конъюнктивит, ларингит, насморк, опухание рук и ног, острые респираторные заболевания, отит, парадонтоз, кровотечение десен, полиартрит, понос, порезы, ссадины, царапины, пролежны, простуда шеи, прыщи, сибарея лица, псориаз, чешуйчатый лишай, радикулит, ревматизм, раздражение кожи, разрывы кожи на пятках ног, расширение вен, сальмонулез, сахарный диабет, стоматит, трещины заднего прохода и многие другие заболевания. Подробно ищите на нашем сайте и будьте здоровы!